Мой двор, мой сад. Проект, инициированный Акимом области, найдет продолжение и в этом году. Всего за время реализации программы на территории региона высадили более 26 тысяч плодово-ягодных деревьев. Цифра немалая, однако в 2022-м ее планируют увеличить почти в 5 раз. То есть высадить 115 тысяч саженцев. Подробнее в следующем материале. Проект Мой двор, мой сад реализуется по трем направлениям. Первое, обеспечить жителей саженцами необходимым оборудованием. Второе, это помощь тем, кто решил завести сад самостоятельно. Третье, направление, высадка деревьев на территории соцобъектов. Таким образом, инициатива главы региона приобрела массовый характер и нашла поддержку во многих районных областях. Через 2-3 года яблони и ранетки зацветут в школьных дворах села Переметное. Прошлой весной здесь было высажено несколько десятков саженцев плодовых деревьев. Весной мы посадили 10 яблонь во дворе нашей школы. Огромная благодарность Кайрату Каримову за поддержку. Это один из тех благородных людей, которые возрождают яблоневые сады. Экологическая акция будет продолжена и в этом году. В районе Байтирек такие акции проводят регулярно. В населенных пунктах и сельских округах этой весной было посажено более 5000 новых деревьев. В озеленении сел активное участие принимает и старшее поколение. Во всех акциях, которые мы организуем, активно участвуют как молодежь, так и представители старшего поколения. Так, например, они с удовольствием посадили яблоню и вишню во дворе медика социального учреждения. Сами поливают и ухаживают за ними. Превратить придомовой участок в настоящий сад оказалось довольно легко. Благодаря проекту «Мой двор, мой сад» всем желающим в рамках госпрограммы «Янбек» выдали безвозвратные гранты, саженцы, удобрения и инструменты. Таким приятным подарком в прошлом году воспользовались 103 приуральца. Норберген Макул – многодетный отец. Живет в частном секторе, имеет небольшое подворье. Когда узнал о проекте, сразу же подал документы. Получил гранты и высадил шесть саженцев – яблонь, абрикосы и малины. Уже летом угощал детей ягодами, а в ближайшие годы и яблони будут плодоносить. На грантовые средства купил все необходимые принадлежности и удобрения для садоводства. Куратором проекта был создан чат в WhatsApp, где он делился и рассказывал, как правильно ухаживать за насаждениями, давал советы. Это нам очень помогло. Кроме того, на оставшиеся средства я купил кур и построил курятник. Благодаря таким программам в будущем у моей семьи будет возможность питаться экологически чистыми продуктами со своего двора. Всего в прошлом году в рамках проекта было посажено более 26 тысяч плодово-ягодных деревьев. Цифра немалая, в этом году ее планируют увеличить более чем в 4 раза. То есть высадив 115 тысяч саженцев. Для этого гранты выдадут 281 жителям области. Помимо финансовой поддержки, будущие садоводы получат практическую и консультативную помощь. В целом около 90% саженцев прижились, отметил главный садовод Уральска. В садоводстве очень важно, нет мелочей, но очень важно три момента. Это правильный выбор посадочного материала, то есть правильный выбор саженцев и правильный выбор сорта. И правильно посадить, то есть правильно заправить посадочные ямы. И правильно посадить, и в последующем правильный уход. И к большой радости население отнеслось очень так ответственно. И приживаемость к осени практически вообще отличная. Хотя, несмотря на то, что лето было очень засушливое, жаркое лето, Это переживаемость очень хорошая и отношение населения очень хорошее. Проект, который нашел серьезный отклик у жителей при Урале, будет непременно продолжен. Теперь предстоит увеличить обороты и прошлогодние показатели.